еще раз добрый вечер решила сделать еще одно маленькое короткое видео потому что хочу вам показать вот как нельзя допускать ошибки помните да вот это колье из прошлого бусы вернее видео да мне не очень понравились но я здесь вот поставила вот эти все поджала колечки вот она получилась вот такое да я думаю закреплю камешек на инструмент вот закрепила я его видите может быть так не очень потому что мне очень хотелось посмотреть как это будет все вместе да и смотрите какую я допустила ошибку чего делать не надо вот когда ставишь камешек да я еще думаю почему такие зубцы и тут такая как бы как коронка да но не придавая этому значение теперь смотрите я камень поставил вот он там выпирает и зубцы зажала больше чем надо камень опустила ниже чем надо и теперь мне не закрывается видите замок да я забыла что когда ставишь камень надо замок что было закрыт а я ставила с открытым замком просто вот упустила вот этот вот момент забыла и все и камень опустился зубцы зажали но это ничего страшного я сейчас опять все разожму зажму замок и буду ставить камень это такое вот может быть я поторопилась потому что мне очень хотелось это эти гусики привести в порядок да но ничего страшного поэтому сейчас сделаю короткое еще одно видео просто хотела показать вот покажу вам брошечки это брошки тоже из тех лотов которые я показывала до этого да я вот выбрала который мне очень-очень нравится и потом будет один из лотов тоже рассматривала вот смотрите такая бабочка да ну бабочка я бы подумала что она очень-очень современная но мне понравились вот эти вот камешки опять потерял свою палочку экологически чистую и опять положила не знаю не ну ладно придется тогда так как-то показывать возьму иголочку у меня есть вот для шитья я возьму покажу вам вот смотрите видите какие они такие как бы блестящие они оказывается это кабошоны типа но такие как клееные не понимаю но такая но с этой стороны вот так я подумал что это современное но не знаю но еще мне из животных прилетела к нам вот такая стрекоза тоже в одном лоте забыла свет включить так что вот извините видите видите все в принципе видно да наверное был плохой свет ничего показывал бабочку еще тогда раз видеть и бусики вы видели хорошо в прошлом видео зато вот эту вот брошечку стрекозу сейчас рассмотрим вот такие длинные камешки здесь сиреневые и не хватает на вот такая стрекозка но красивая но стрекозка я тоже думаю что как вроде как бы современная замочек застегивается но только дефект с камешками но самое что я когда покупаю часто бывает что пока даже в дороге вот если купишь нормально обязательно отлетит камень вот смотрите что пришло мне это тоже в этих больших лотах который продает как я говорю мой любимый продавец но они очень такими большими лотами продают по 40 по 20 брошек не пришла такая бабочка видите да и у нее ничего у нее только были чуть-чуть прижаты усики сюда я отжала и с этой стороны вот так нету никаких вообще как бы нареканий как я говорю никаких потерь вообще ничего вот такая вот бабочка бабочка конечно не очень нравится у меня есть бабочки но не такие большие не с такими камнями а тут все прям понимаете все на месте вот потом такая вот брошечка брошечка очень как бы заношенный но она такая тонюсенькая да вот такая здесь вот так но тут стерто покрытие замочек работает такая очень тоненькая вот вообще скромняга такая камешков не хватает кое-где но это все поставим такая если дойдут у нее руки значит еще что хочу вам показать вот это но такой я бы подумала что это скрипичный ключ мне то здесь вот окончание его не должно быть но очень вот такая какая-то вот фигура тоже нету розового камешка 1 2 но это тоже не страшно камешка у нас есть и вот с этой стороны вот так маркировок никаких вот такая брошечка так или так она такая вот непонятная не скажешь что бантик с ленточкой может быть потом есть вот такая брошечка стариненькая я так понимаю видите насколько ей там если это пятидесятом году или сороковым не не помню когда-то сделали свои русские типа покрытия какой-то там компании они это разработали вот такие такая как бы звездочка не то ну вот что-то такое вот видите так тоже очень красиво ну там что-то надо подправить немножко видеть по моему пугнутая такая брошечка да потом вот такой вот цветочек этот цветочек мне очень нравится он кажется что новый современный карта да и такой металл я бы сказал что это из нового брошка ну хотя нет наверное потому что кажется когда раньше такие были валютные магазины вот там вот были такие брошки из чехословакии но я точно не знаю не уверена на карте я покупала потом есть вот такая брошка это брошка английская да здесь не хватает камня она современная это думаю что она современная потому что маркс энд пенсер магазин да я его называю магазин для старичков вот видите да он у нас в лондоне есть я думаю что в других городах районах англии он тоже есть но она такая вот она похожа на что-то на какую-то брошку может быть а вон или еще не не помню у кого такие были вот такая брошка на потом значит есть вот такая брошка с такой вот жемчужины специально тут замочек все но вот нету вот этой части и честно скажу я не помню в этом кольки как бы нету но может быть я когда пересматривала она была я ее куда-нибудь отправила здесь маркировок никаких вот так вроде бы не заношено но вот камешка нет на камешек я конечно найду такая брошка мне кажется что есть по моему розовый такой как кабошон вот такого вот видите только розовый круглый вот такая брошка с кристаллами обеда и вот эти кабошоны видите какие они по моему стекло не знаю как ее правильно носить так вот так вот очень красивый нежный цвет такая хорошая брошка с этой стороны вот так вот замочек сейчас посмотрим могу открыть а вот все открыло так замочек работает хорошо видите какая брошечка тоже очень красиво потом есть вот такой вот листик листик как вы видите он загнут но я щас не хочу его разгибать потому что это надо делать очень аккуратно до такой замок видите тут очень аккуратно потому что это очень такой металл нехороший он сразу же ломается вот я водоноса он тоже был согнут я показывала и там вот эти вот как это называется когда начнем на чем бедра несут дай бог памяти не помню вот и они тоже были согнуты и мне пришлось их выгибать выгибала очень осторожно чтобы они не коромыслы будут чтобы они не переломались и вот здесь надо будет очень медленно аккуратненько так чтобы металл плавно пошел вот я его так вот держала и потихоньку выгибала но здесь камешки цвет молодой травы и такие темный изумруд такая брошечка до сюда стороны вот так немножко потертая но в принципе какие можно носить ну и наверное последнее что я вам покажу это вот эту брошечку вот из-за этой брошечки я купила вот вот видите да у бабочка соответственно но вот эта брошка вообще я не знаю у нее красные камни она так сделана вот смотрите видеть вот эти вот как бы стрелочки на каждой стрелочке еще в этом гнезде маленький камешек очень красиво очень красиво смотрится их надо конечно разогнуть немножко видите как бы распрямить тогда вообще будет очень красиво вот так вот понемножку да вот видите оно загнулось понятно да не знаю падает свет или нет видите как красный прикрывается последнее время у меня часто бывают брошки с красным такими с красными камнями ну и вот такая есть еще брошечка видите из этого лота да тоже крапаны тоже идеальное состояние с этой стороны вот так я думаю она более современная но все равно такая вот не тоже можно обратить внимание камешки блестят нигде нет никаких повреждений и такая брошечка вот эту брошечку я где-то наподобие видео с этой стороны вот так маркировок никаких но вот с таким вот белым да таким кантиком я недавно показывал у меня были листочки броши три фари и вот это откуда-то я видел но не помню да в общем вот это видео будет таким коротеньким потому что хотела вам показать свою ошибку да с этим колье ну и тогда на сегодня я больше ставить видео не буду и до завтра переделаю тоже потом все покажу вот как-то заходите пожалуйста на мой канал буду вас ждать с нетерпением бабочки видеть какая до свидания до завтра